Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Кейм, и сегодня у нас новое видео на проекте Мазин Холиплей. Ну что ж, я вас поздравляю, вы просто красавчики, вы набрали за 6 часов 200 лайков, просто на изи. Ну посмотрим, в принципе, как вы этот раз наберете 200 лайков. Ну я напоминаю, вот с 200 лайков выходит новое видео, поэтому не ленитесь, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а сегодня у нас будет такое необычное, интересное видео. Сегодня я расскажу о моих целях, которые у меня остались на проекте, которые я сделал для себя. Я думаю, вам это будет интересно, потому что некоторые спрашивали, типа, какие там у тебя цели остались, типа, чего ты еще хочешь добиться на Мазинке там и так далее. И сегодня я вам, в принципе, это все расскажу. Но перед этим я хотел бы напомнить, что у меня проходит конкурс на 10 миллионов рублей, так сказать, 10 призовых мест. Ссылочка на конкурс будет в описании. Я советую всем поучаствовать, потому что, как бы, 10 призов по миллиону и шанс выиграть очень сильно большой. Реально очень сильно большой. Условия простые, поэтому, пацаны, ссылка в описании, переходите и участвуйте в конкурсе. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На пятом уровне получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазинхолеплей. Желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Погнали! Ну что ж, я предлагаю вам, как бы, начать с самого начала, вообще, откуда это появилось, эти цели там ставить и так далее. На самом деле, пацаны, история очень такая интересная, прям очень интересная, и я думаю, ее нужно рассказать. Получается, в прошлом году, то есть, в 2018 году, тоже в ноябре, я снимал видео, где я рассказал о своих целях на будущий год, да и вообще на сервере. И, получается, в 2019 году, в мае, я эти все цели выполнил. Как бы, я два видеоролика оставлю в описании, то есть, первое видео с моими целями я оставлю. Я оставлю видео, где я рассказал о том, что я выполнил все цели. То есть, получается, в ноябре я выпустил видео, где я рассказал о своих целях, о каких целях я не буду говорить, пацаны, просто, если что, если вам интересно, ссылочка на видео будет в описании, перейдите, посмотрите видео, я там все рассказывал. И все эти цели, которые я говорил, я уже выполнил спустя 5 месяцев, пацаны. Спустя 5 месяцев просто я выполнил все цели. Я просто реально в шоке, я просто в шоке, и большое спасибо, кто меня поддерживал. Я вот сейчас в комментарии вставлю одного человека, которого вы знаете, это Бурсач. И он написал то, что у меня все получится, и он просто вангует то, что у меня все будет. И так оно произошло, пацаны, спустя 5 месяцев, то есть, в ноябре я себе поставил несколько задач. Короче, в май месяц я все выполнил задания свои. Я просто в шоке, пацаны. И знаете, что самое смешное, то, что это видео с новыми целями я снимаю тоже в ноябре. То видео я снимал 15 ноября, а это видео я снимаю 11 ноября. И в том же видео также был конкурс на 10 миллионов. И в том же видео я тоже стоял возле этого дома, пацаны. Это просто пиздец. Чтобы вы понимали, то видео, которое я снимал в прошлом году, я здесь стоял возле этого дома, и я говорил, я бы хотел купить себе этот дом. И так получилось, что я купил именно этот дом, понимаете? Именно вот этот дом я купил, который я показывал в видео. Вы сами можете зайти и убедиться. Я просто в ахере, пацаны. Вот смотрите, сколько совпадений. Снимаю это видео тоже в ноябре. В этом видео тоже проходит конкурс на 10 миллионов. В том видео также проходил конкурс точно на 10 миллионов. Я просто реально в шоке, пацаны. Это просто жесть. Но во всём вы можете сами убедиться. Все ссылки на видео будут в описании. И скриншоты я, конечно же, тоже вставлю. Ну, в принципе, мы здесь собрали, чтобы послушать не старые истории, а рассказать о новых целях, пацаны. Ну что ж, я думаю, пришло вам время это всё рассказать. У меня будет всего три цели. Они такие, знаете, не очень, конечно, лобальные, но интересные. Просто я уже много чего добился на проекте. У меня есть хороший автопарк, у меня есть хороший бизнес, у меня есть фома, у меня есть дом. Но пару целей всё-таки осталось, пацаны. И сейчас давайте я о них вам расскажу. Итак, первая цель довольно-таки очень глупая. Я хочу накатать на Маухаме 100 тысяч пробега. На данный момент пробег у него 78 тысяч. Вот, я думаю, можете это наблюдать. 78 тысяч у него пробег. То есть, мне ещё нужно на нём накатать 22 тысячи километров. И я это хочу сделать. Я не знаю, почему, просто изначально я хотел накатать, как бы, 5 восьмёрок. То есть, 88 тысяч 888. Потому что моё любимое число это 8. Но я подумал, типа, ну, это будет сильно быстро. Что тут, 10 тысяч километров накатать и всё. А так, я хочу себе цель поставить накатать 100 тысяч пробега, пацаны. Это реально будет круто, типа, ну, 100 тысяч пробега. Это реально жёстко. Как бы, у меня на Мурке пробег, по-моему, 58 тысяч. А здесь будет 100 тысяч пробег. Я считаю, это будет довольно-таки круто. И я себе решил поставить вот такую вот цель. Следующая цель уже довольно-таки очень хорошая. Знаете, даже полезная, я бы сказал. Я хочу себе вкачать максимальный скилл дальнобойщика. А максимальный скилл дальнобойщика у нас, это 100 скилл. На данный момент сейчас у меня 93 скилл. Давайте я вам покажу. Вот, сейчас у меня 93 скилл, как бы, дальнобойщика. И я хочу вкачать 100 скилл. Скорее всего, в этом году я этого не сделаю. Как бы, да, ещё есть 2 месяца. Но я очень мало катаю. Как бы, я в день не могу скиллл даже вкачать. Так, допустим, вот, с 93 до 94 я буду качаться, ну, минимум 3 дня. Потому что я очень мало катаю. Как бы, я в день катаю, ну, там, 20-30 рейсов. Возможно, в потом будущем я буду там качать скилл рыбака, либо скилл механика, скилл таксиста. Вот скилл таксиста я бы хотел вкачать. Если я вкачаю 10 скилл таксиста, то я смогу брать Мерседес и на нём работать. Как бы, это такое себе. Лучше, мне кажется, скилл механика вкачать. Но скилл механика я буду, скорее всего, качать на стримах там, чтобы быстрее это сделать. Потому что, ну, на стримах вы будете там ко мне подъезжать, помогать, у меня чиниться. И я так быстрее вкачаю скилл. Скилл рыбака, пацаны, у меня, если что, как бы, 14, по-моему. Но рыбалка мне, если честно, пока что неинтересна. Потому что, ну, мне там скучно сидеть. Раньше там, да, я мог сидеть по несколько часов. Но сейчас я даже час не могу просидеть, потому что мне реально скучно. Итак, следующая цель уже связана именно с семьёй, с Фомой. И связано это именно с машинами. Я хочу максимально улучшить автопарк семьи. На данный момент сейчас у нас автопарк на сумму 30 миллионов примерно. Это не точно, можете, в принципе, сами почитать и написать в комментариях, насколько у нас, как бы, автопарк. Вот у нас показаны все машины, там ещё за углом, в принципе, Ешка стоит. У нас всего 10 машин. Но я хочу сделать у нас, чтобы автопарк был реально очень классный. Как бы, у меня личный автопарк хороший. Вы можете сами в этом убедиться. В принципе, вот вам мой автопарк. И я хочу автопарк семьи также сделать очень годный, потому что, ну, Фома у нас хорошая. И автопарк также должен быть хороший. Поэтому в будущем, скорее всего, после его, когда выйдет уже новый модпак, я хочу купить новые машины в семью. А именно, хочу там купить ламбу, либо ещё что-то. Вот 100% я в первую очередь продам вот эти две машины, потому что Додж, он симпатич, но он вообще не рулится. Точнее, нет, он вообще не тормозит. Рулится, то он рулится. А тормозов у него вообще нету. И вот что я хочу поменять, в первую очередь, это вот эти две машины. Потому что, как бы, ну, они у нас самые дешёвые в автопарке. И хотелось бы их поменять на какие-то другие машины. На какие я ещё не решил. Но я буду копить бабочки, в принципе, как бы. Сейчас проходит конкурс на 10 миллионов. У меня сейчас в банке, по-моему, там 18 миллионов есть. Почти 19. То есть, 10 ламмов на конкурс. И остальные деньги я, в принципе, буду сейчас копить. Но машины, по-любому, я буду менять. Но это, скорее всего, произойдёт именно, когда выйдет ГО. Потому что сейчас мало машин, которые мне интересны в автосалоне. А вот выйдет ГО, и тогда можно будет купить новые машины в ФАМУ. Какие-то интересные. Давайте я ещё в ФАМ-меню пропишу. Вот. Управление транспортом, список машин. Вот весь наш автопарк. В принципе, две Ешки, два Доджа, два Гелика, две М5-E60 и два Форд Раптора. Ну что ж, вот так вот получилось видео. Надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Участвуйте обязательно в конкурсе. Ссылочка на конкурс. Если что, будет в описании. Вы можете, в принципе, в комментариях написать о своих целях на проекте Amazon Crowley Play. Я, в принципе, о своих вам рассказал. Вы можете написать мне своих. Да вообще, напишите своё мнение. Типа, ну, стоит ли выполнять цели, которые я себе задал или нет? Всё. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok